На календаре у нас с вами 6 октября, это означает, что у нас новости недели. На этой неделе я вам расскажу, почему я думаю, что ограбление, новую роль бандита не добавят в декабре, когда в обновлении вы в декабре, шо там с хэллоуинским обновлением, что в принципе творится на данный момент с Red Dead Redemption. Коротко, на этой неделе я собрал для вас самые интересные сливы, утечки и конечно же новости. Новости недели у микрофона Сократа, это Готика, погнали! Ну а если ты не знаешь с кем и во что поиграть, пока в Red Dead Online не наступило, это супер-пупер-классное обновление, заходи в наш Дискорд и поиграй со мной в World of Warships. Первый юбилей мира кораблей. 5 лет побед, наполненных ураганными схватками. Сражайся с другими игроками, приглашай друзей и строй клановую базу. Смотри мультфильмы и документалки внутри игры. Проходи исторические кампании и узнавай много интересного о военно-морском флоте. Регистрируйся по ссылке в описании и получи самый большой набор подарков в истории игры. Премиумный крейсер Аврора, крейсер 5 уровня Амаха, 45 дней премиума, более полутора тысячи дублонов, 6 миллионов серебра, также сигналы и юбилейные камуфляжи. Собственно, для того, чтобы не затягивать, я считаю, что роль бандита не будет доступна в этом обновлении. Я говорил об этом в своем летнем стриме на новостях недели летом и весной. Как я и говорил ранее, я считаю, основываясь непосредственно на действии компании Rockstar, на предыдущих обновлениях, на их словах, интервью и так далее, на файлах игры, которые были найдены, Я считаю, что, а я не это подтвердили, что следующая роль будет расширением текущей роли. Остался Охотник за головами. Как дополнение бандита может быть косвенно дополнением к Охотнику за головами? И мне кажется, что ограбления на данный момент не будут добавлены. Я знаю, что нашли значки в непосредственно файлах игры. Однако, ТС Фанс совсем недавно на GTA Forms сказал, Я сомневаюсь, что роль Аутлов, то есть бандит, станет следующей. Я знаю, что сама роль будет необходима, поскольку она может выступать в качестве воплощения ограблений. Но если она предположительно будет следующей, я думаю, что Rockstar дразнила бы нас больше, чем расширением для существующей роли. Что еще более важно, в этой же статье мы получили подсказку, следующее обновление для GTA Online было показано с новым ограблением. Согласились бы вы на то, что если бы эта прекрасная возможность была бы объявить о том, что ограбления будут доступны в Red Dead Online, они бы этого не сделали. Кроме того, действительно ли Баунти Хантер, то есть Охотник за головами, является дополнением, или роль бандита является расширением действующей роли. И вот тут ему задают вопрос, так что насчет этих значков? Размещена взрывчатка, эксклюзивная работа, оружие наемных. Они были и до этого, до этого патча, они были всегда в файлах игры. На что TESFUNS отвечает, да, и в файлах не так много осталось, которые бы нам намекали на новую роль. Rockstar с тех пор стала осторожнее и гарантировать, что в файлах не остается материала о следующих обновлениях. Что это все, мать его, значит? А это значит следующее, что расширение текущей роли будет. Мое предположение, что это будет с 5 декабря по 20 декабря. Это будет не крупное обновление, не как, собственно, добавили нам 3 роли. Это не будет расширением грандиозным. Я думаю, что это будет в рамках роли самогонщик и в рамках роли натуралист. И дабы из-за проблемы с пандемией, с коронавирусом, безусловно, сидите дома, предохраняйтесь, маски, перчатки и так далее. Будьте осторожны, следите за здоровьем. Я хочу сказать следующее, что вряд ли до выхода новых консолей нас ожидают масштабные, классные, красивые обновления. Я об этом говорил всегда. И мои слова подкрепляются непосредственно GTA Online. Ведь до выхода консолей текущего поколения, а до этого это был Next Gen, в GTA Online не было как таковых крутых обновлений. И Red Dead Online очень много денег и ресурсов потребовал непосредственно у Take-Two и у разработчиков Rockstar. И они оказались недовольны Red Dead Redemption из-за низких уровней продаж. Однако сейчас в связи со скидками онлайн в игре вырос до 30 тысяч человек, в то время как в GTA Online онлайн 100 тысяч человек. То есть у нас заметен прирост. Но из-за багов непосредственно в сессиях большинство игроков все еще не может попасть в полноценную большую сессию и приходится находиться в маленьких сессиях. Так вот, что касается непосредственно обновления. Как я говорил всегда и остаюсь уверенным до сих пор, роль бандита с ограблением поезда, дилижанса, с банками, эти механики есть в одиночке и они будут реализованы в Red Dead Online. Но не в декабре, а мне кажется, скорее всего, следующим летом, весной мы это уже можем наблюдать. Однако вот нужен выход новых консолей и уже непосредственно крупная DLS выйдет в Red Dead Online. В декабре, я сомневаюсь, но с 5 по 20 декабря что-то похожее на роль натуралиста. Давайте поразмышляем, чтобы это могло быть за дополнительную роль к охотнику за головами. Возможно, это Маршалл, может быть, Шериф, может быть, это все что угодно может быть. Вот такие вот мои мысли и подкрепленные мои мысли непосредственно словами Тесс Фанса. Я понимаю, что нашли значки, я понимаю, что нашли скрины новых оружий, и это все, конечно, здорово. И спекулировать на этом можно долго, Однако, давайте подключим здравый смысл новых механик в игре не будет до выхода обновлений. Значит, мы будем довольствоваться старыми механиками. И я считаю, что уж лучше пусть Бандит выйдет, когда будут реализованы новые механики в игре за счет того, что будет Next Gen. И это будут классные ограбления, а не те, которые мы видели непосредственно в сюжетке онлайна. То есть, когда мы приходим в банк, а там, собственно, ничего. Или как там Pacific в том же самом GTA Online или там Судный день, он прекрасный. Но я хотел бы увидеть более расширенную возможность для грабежей, нежели нам дадут возможность какой-то сюжетки, да и сами банки небольшие. Роль Бандита, она крутая, но не для текущего уровня консоли. Пусть лучше на другом, они реализуют ее красиво. А сейчас вот нам будет доступно предотвращение грабежей, там какие-то законные мероприятия, возможно, покупка недвижимости, возможно, ферма, все что угодно. Вот такие вот пока что мои мысли по поводу будущего обновления. Ну и на этой неделе у нас, как я уже сказал, Медведь Золотой Дух. Однако для того, чтобы получить это задание, его надо подойти к Гарри. То есть, он встречается именно по заданию, а не в свободном режиме. Также в брошюре Виталийсма 10 Золотых Сликов больше опыта за противоборство и сюжетные задания. То есть, нам дают за серию перестрелок, захватов, избранную серию, сирены выживания, гонок, случайные сюжетные задания и случайные плейлисты дают больше опыта. Скидки на предметы для натуралиста. Вариант натуралист для винтовки Варминт. Улучшенный лук. Оруженный пояс Тарберн. Действие записано. Скидки в магазине Гарри. Это походный лагерь. Брошюра маскирующий тоник. Оживитель животных. Феромоны. Снофорные патроны. У Гасса у нас. Амулет на зубы бобра. Рога оленя. Амулет клык-пекаря. Амулет баронерога. Амулет из снежной цапли. Все. На этом у нас с вами скидки. Скидки в конюшне. На цыганский коп. Скидки в магазине Мадам Назар. Пряжка Заяц. Амулет Андерхил. Головная повязка сапата. Перчатки Минстед. И наручи. Коллекция этой недели у Мадам Назар. Охота на ведьм. Стоимостью 75 долларов. Туда входит растение. Любелие пурпурное. Яйцо грифа. И расколотный наконечник стрелы. И собственно на этом у нас и все на этой неделе. Ребята. А как вы хотели бы? Какое следующее обновление, которое будет в декабре, должно быть? И разделяете ли вы мою точку зрения? Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Заходите в World of Warships. Погнали. Держимся вместе. Все ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.